Добрый вечер, сегодня состоялась 11-я партия матча на первенство мира между Магнусом Карлсоном и Фабианом Короной. Перед началом этой партии счет матча был 5-5, причем ни одной результативной партии пока так и не состоялось. И за две партии до конца можно было ждать, что Магнус попытается белым цветом все-таки поставить перед своим соперником какие-то проблемы. В подавляющей большинстве своих белых партий Магнус в этом матче либо начинал D2-D4, либо C2-C4, то есть предпочитал закрытые дебюты. Но в данной партии Магнус вернулся к своему любимому первому ходу, сыграл E2-E4. Ну и Карлана не стала изменять себе, была разыграна русская партия. Случилось то, чего в принципе давно ждали от чемпиона мира, он сыграл вариант с ходом в конца 3, самый популярный ответ на русскую партию в последнее время. Разумеется, Карлана в своем фирменном дебюте был хорошо готов. Здесь у черных достаточно широкий выбор продолжений. Во-первых, отметим, что Карлана сыграл 2-0. В принципе, в его трактовке русская партия обычно исполнялась с длинной рахеровкой, то есть с односторонними рахеровками. Здесь же, казалось бы, черные готовы идти на более острую позицию. Это действительно было бы так, если бы Магнус здесь сыграл бы один из тех планов, что чаще всего встречаются в подобных позициях. То есть сыграл в H3-G4 и начал бы какой-то пешечный штурм на королевском фланге. Разумеется, Карлана к этому был готов. Тем не менее, ход ладья Аш на Е1, который избрал чемпион мира, он достаточно вялый. После слона Е6, король Б1, ферзь А5 оказывается, что на А2 висит. Ход А3 создаст серьезные зацепки на ферзьям фланги для черных. То же самое касается хода Б3, поэтому С4 практически вынуждена. Но после С4 черные меняют ферзей, играют А6. На самом деле, в этот момент Корона все еще играл по своей подготовке. Магнус уже потратил в районе 20 минут. Черные близки к полному уравнению, поэтому чемпион мира попытался здесь исполнить последнюю идею. То есть сыграл КНГ6. Оказалось, что черные вынуждены лишиться двух слонов. Но после хода КНГ4, КНГ7, ладья Е7, выяснилось, что белого это не особо помогает, так как висит пешка на Ф2. Если она пойдет вперед, то на это же поле пойдет конь с разменом фигур. То есть ладья Е2 вроде бы единственный ход. После ладья Е2, КНГ5 оказывается, что черный конь меняет сам себя на белопольного слона. Еще последовало слона Ф4, КНГ3, ладья Д3. Ну и возникшая позиция, она чисто номинально в пользу белых, потому что они первые добираются до слабости черных на Д6. Но понятное дело, что в такой позиции с разноцветными слонами никаких реальных шансов на победу у белых нет. Если Б6 на Ф4, на самом деле совершенно не обязан был Магнус Корона, прошу прощения, идти на разноцвет без пешки. Но с другой стороны, почему бы и нет. То есть вот как мы можем увидеть, белые съели пешку. Но как и всегда бывает в Магнус Коронии с разноцветными слонами, никаких шансов на победу у белых нет. Черные просто расставляют все пешки на поля цвета своего слона, и белым не на что нападать. Было сделано еще достаточно много откровенно бессмысленных ходов. Но вот отмечу, отмечу. Единственный момент в этой партии, то есть вот уже за один ход до ее завершения, здесь Магнус попробовал последнюю, последний трех. Вот после Ф5 слон Б1, понятно, что если белые сыграют ФЖ-ФЖ, то возникающие антиплис с разноцветными слонами совершенно ничейный. Магнус попробовал последний шанс, сыграл слон Ф2, и теперь вот если белые, прошу прощения, если черные возьмут пешку на Ф5 слоном, то после Ф5 скорее всего проиграют. Так как ножа ашта идет король Ф5. Но если черный слон уходит, пешка проскакивает на А6. Правда, конечно, даже здесь вариант обрывать верный ран, но у черных сохраняется шанс на ничью. Но в любом случае, каруане это было не нужно. Он продолжил ходить слоном по диагонали Б1, А7. В белых совершенно нет никаких ресурсов для продолжения борьбы, поэтому соперники согласились на ничью уже в 11 раз подряд в этом матче. Таким образом, до окончания классической стадии матча на первенство мира остается ровно одна партия. Она состоится послезавтра, Фабиана Каруана в ней сыграет белыми, но и остается надеяться, что Каисса все-таки укажет чемпиона мира на то, что настолько циничным образом пытаться свести матч к тайбрейку, это не совсем достойно чемпиона мира. Ну а пока всем спасибо за внимание, и мы с Кириллом Широховым, как обычно, проведем для вас прямую трансляцию последней 12-й партии матча на первенство мира. Напоминаю, что это случится послезавтра в 6 часов по московскому времени.